Евангелие от Марфея, 26 глава, 70-летний стих. Сказали Петру, точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя. Слово обличение. Почему оно не нравится? И обличение, правильное или неправильное, всегда несет элемент пользы. Всегда. Ну даже неправильно для испытания, лишь бы никому не вредило. Книга Ио 6, 26. Он говорит, вы придумываете речи для обличения, на ветер пускайте слова ваши. И они его обвиняли, хорошие его друзья. Для нас это непонятно. Когда беда его постигла, пришли ему товарищи, это князья тамошние. И семь дней, семь ночей сидели, молчали, световали, плакали. И не сказали ни слова, семь дней. Да нам молчать-то полчаса, и то трудно. Семь суток молчали. Что это означает? Это означает, они доходили до того состояния, в котором он находится. Чтобы понять, чтобы сказать, мысль должна созреть. А когда мысль созрела, они пошли совершенно не туда. И стали его обвинять. Ио 24, 25. Если это не так, то обличит меня во лжи, и в ничто обратить речь мою. Надо говорить всегда правду, единственное правду, для чего, кроме правды. И никто в ней правде тогда не обличит. Притча 10, 10. При многословии не именовать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Нас обвиняют чаще всего наши слова. А потом человек говорит, а я не подумал, сказал. Писание говорит так, что при многословии не именовать греха. Вот что нас обличает. Матфея 12, 37. Ибо от слов твоих оправдаешься, и от слов твоих осудишься. А вот этому не учат ни в школе, ни в институте, ни в тех этих колледжах. От слов. Ведь если сегодня за слова, даже под земным мерком привлечь всех депутатов, ну может один какой-то останется, больной. А остальных всех сегодня можно арестовать и сажать. По полной программе. До президента. Сколько разных программ подписанных для обольщения. С этими спенсиями добавят на рубль, а продукты поднимутся на 5 рублей. От слов своих оправдаешься и осудишься. А от слов божественных только прославишься. Учитесь говорить словами божьими. Хочется сказать, сразу подумай, а что об этом говорит Священное Писание. Какое место Писания поддерживает ту мысль, которую я излагаю. Если ничего нет, оставься для лучших времен. Матфея 12.36. За всякое праздное слово, которое скажут люди, они дадут ответ в день суда. Я говорю о слове обречения. Не надо ждать, когда нас кто-то будет обречать. Слова, которые мы говорим, они уходят как бы никуда. Но на суде Божьем они встанут и будут нас обречать. Говорил, а не делал. Звал, а сам не поступал так. Вот где горе-то нам будет. 1 Коринфянам 1.17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. И не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Вот этот стих обличает всю русскую церковь православную. Христос послал не крестить. А спросите сейчас священника посадили, какая твоя служба правит. А еще, ну обряды там, люди приходят, молебны заказывают, крестить. Я не встретил ни одного священника за 46 лет. За 46 лет активной христианской жизни. Я бы никогда не сидел. И ни одного не встретил, который сказал бы, меня Господь послал благовествовать миру. Меня из брата поставил священником, попом, чтобы я людям свидетельствовал о Христе ни разу. Ни от кого. Даже встречал таких, которые книжки пишут. И у них главное это служба. А об этой службе, вот служба, ни одного слова в Библии нет. Меня послал Господь благовествовать. А сколько крестил? Любой священник скажет, сколько крестил. Я говорю, а сколько в храме? Ну сколько всего? Ну вот, называют. Один раз 420 человек, один день, в один день в Покровском соборе крестили, в Барноле. 420. Спросите, скажите, 420. Где они? Ни одного нету. Сто процентный брак. А если бы благовествовать, любовь послал-то не крестить, а благовествовать. Эти 420, если его покаяли, ну, третья часть бы отошла, а третья часть, ну, значит, человек-то 250-то осталось бы. Такого закону. Благовествия нет. И вот, что нас обличает. Несоответствие Слову Божию. В любом месте. Вот у меня ребятишки в лагере. Я понимаю родителей, которые я даю. Это последняя их надежда. Они уже не знают, чего делать, те лагеря не дают никакой пользы. И я вижу, что я вкладывать вкладываю, а результат пока туманом написан. Почему? Искреннего желания с их стороны нет. Вы сами, дети, должны начать любить Господа. Желать спасти свою душу. Вот тогда то, что мы вам преподаем, стараемся. Ну, не из-за денег же мы стараемся. Если наша плата за лагеря в 4 раза дешевле государственная. Но то понятно, что на эти деньги не прожить, ничего нельзя. Тем более, воспитатели, все должны питаться за это. И стоимость электричества, и порошков, все должны туда вложить. Наша задача вам дать понятие о Христе. Чтобы вы Иисуса Христа полюбили. Христос вам дал жизнь. Он любит вас. И Он ждет от вас ответного слова. Чтобы выезжая отсюда, вы сказали, а мы узнали про нашего Господа Иисуса Христа. А мы Его любим. Теперь и в школе будет все по-другому. И для родителей я буду в радость. И 50. Всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно, или худо. Как страшно будет, когда откроются все эти дела. Это все будет в обличении человеку. Мы боимся то, что про нас скажет. Но это не обличение даже. А это лекарство. Это врачебное средство. Обличать на суде Божьем будут дела. Хорошо или худо. Все придет туда. Что делал, подавал милости, с каким намерением, с кем встречался. Все абсолютно будет поставлено не так, как люди видели, а как Бог видел. И вот это надо нам сегодня выпросить у Бога. Господи, а с той позиции от вечности, суда Божия. Как он будет все это выведет, что мы здесь делали? Жили, влюблялись, ненавидели, страдали. А как перед Господом? А если я не спасусь, то все остальное, какой смысл имеет? Ну, сто детей нарожай, ползимого шара захвати, но умирать будешь. А по делам Бог будет судить. И обличители пристанут. Дела наши в лицо нас осуждать будут. И это надо сегодня зримо увидеть в обновленном духе. Иуда 1.15 И придет он сотворить суд во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые человеки. Та женщина, которая подошла к Петру, говорит, слова твои, навещие твое, обличает тебя, что ты один из учеников Христа. У нас много обличителей. Обличители дети, которые не послушают. Почему я не учил их? Вот они, плоды. У нас, которые дети совершенно никуда не угодны, дебильные. В Германии их учат. Я считал, что это удивило. Это учат самым простым вещам. Он ничего не умеет делать. Их учит, и учит. И, наконец, научили его клеить обои. Он ничего не может больше. Он показали, как где. Он дальше не понимает. А уже, может, и полукруглое где-то окно. Это уже высшего качества. Но и они рассуждают. А я с чем пред Господом предстану? А ему руководитель говорит, есть старенькие люди, у которых надо это помочь. Но у них денег нет. Ты хотел бы для Господа? Для Господа хочу. И он ищет объявление по газете и идет к этим бабушкам, дедушкам, начинает клеить. Приходит, он маленький ребенок. У него родился с недостатком. Но он радуется. Я сегодня, говорит, Иисусу Христу комнату отклеил. Как это радостно звучит. Для Господа это все сделать. И представьте, здоровый человек все имел и ничего ни для кого не сделал. Как это будет выглядеть? Мы должны просто приблизить день сюда сегодня своим воображением. Это будет не когда-то, а сегодня. Вот пройдет сейчас 20 лет. Ну, даже 10 лет. Вот кто здесь есть, крое кого не будет. Будет пустое место. Ефесянам 4,29. Никакое дневое слово не исходит из уст ваших. А только доброе для назидания и дыре. Для назидания. И сразу вопрос, я прожил неделю. За неделю кому я сказал назидательное слово? Кого чему научил? Надо давать за каждый день отсчет. И вот это слово наше обречает нас, что мы не в обновленном духе. Мы вложеносим название христианином. И Англатаус говорит так. Для многих название христианин это только звук, вводящий другим в заблуждение. То есть люди, кто думают, что это верующая, подошли к нему, а там ничего нет. Один обман. Первое в Коринфе 14,19. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать ему моим. Чтобы и других наставить, нежели тему слов на незнакомом языке. Лучше. И к нам, если кто придет, скажет, а почему мы избрали худшее? На незнакомом языке, это оборучить языком. Павел говорит, лучше. А вот наша служба на славянском языке, она обречает нас, что мы не в обновленном духе служим, не заботимся с прихожанами, чтобы слово Божие дошло до них. Служба наша в обречении нам, что мы тупые, необразованные, застарелые, зацветшие, заплесниванные. Мы просто стоим и стоим на одном месте. А если священник об этом бы ревновал, епископ ревновал, патриарх ревновал, то, наверное, бы давно уже все это было по-другому. Тем более служба уже переведена на русский язык. Но ее не дают. На родном языке. Людям. Первое Петра 3,1. Та же и вы, жены. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются словом, жития в желтых, без слова были приобретаемы. Каждую жену ее язык обличает. Женщина сказала, Петра, и речь твоя обличает тебя. Женщина, когда противоречит против мужа жена, слова твои обличают тебя. Жена научится безмолвы. И ты всю жизнь не прожила ни одного дня, чтобы промолчать. И все, что ты кто-то обидел, в глазах людей подорвали авторитет, всякие глупости. Даже муж неверующий, даже мужу я. И ты его можешь обратить без слова, ни одного слова не говорить. А только молиться и покорность являть. Первое Петра 5,1. Посему умещивайте друг друга и надзвизайте один другого, как вы и делаете. Вот это слово будет показать, что мы христиане. Колоссинам 3,9. Не говорите лжи друг другу, соглядшись бедского человека с делами его. Просто ухватишь, начинаешь докаживать. А человек, я не солгал. Ну, когда я уже люблю представить факты, показывающие слов, не сходится ничего. Стоит на своем. Почему? Дух лжи вошел в устах. И ты только маленькое подозрение подумай, как это было. Я недавно говорил своим. Я говорю, вот эту девочку, она замужняя, я ее на руках нес из больницы. И сказала, она всей общины. А она потом в конце ей говорит, а там у занятия были. А я, говорит, родилась ты не в этом городе. Как вы меня могли нести? Я тогда к матери. Мать говорит, да то вы старшую мою несли. А младшая действительно родила в другом месте. И то я ходил, переживал, переживал. Перед всем народом так оскоронился. В колоссальном 4.6. Слово ваше доводит всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, что отвечать каждому. Соль осоляет. Человек, что осоляет? Перестает гнить. И этому надо учиться у Господа. А не так, а чего ты сказал, ты меня толкнул? А что ты это сказал, человек-то оскорбил этим? Значит, слово было солью. Соль сыпать на раны. Знаете, поговорок так называется. Соль сыпешь на раны. На раны надо обеззараживать. И действительно, может быть, присыпать. Старозаконие 6.6.9. И да будет слова, которые я заповедую тебе сегодня, с сердцем поем. Вот тогда слова Господня дают росток. И эти слова на суде Божьем нас уже обличать не будут. Если мы их выполним. И в Сессианам 5.4. Свернословие и пустословие, и смехотворство, и неприличное вам. А напротив, благодарение. Сколько людей будут обличены на суде Божьем, что сквернословили. Страна российская, самая сквернословящая страна. Притом, матерная называется. Святейшее имя Матери, да Матери Божьей еще упоминается. А Матери и Земля называется еще. Никакое гнилое слово да не исходит. И пустословие, и смехотворство. Вот три пункта. Есть интересное слово. Смехотворство, а есть еще смехачество. Для размышления каждого. Подумайте, что это за слово. Исайя, 50.4. Господь Бог дал язык мудрых мне, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего словом. Сказал, и человек сразу ободрился. Иногда бывает, что малодушный кто-то. Несчастье одно за другим, он опустил руки. Иакоб, 3.2.8. Кто не согрешает слово, человек совершенный, могущий, обозратель, все тело. На суде Божьем эти слова не будут обречать. Если ты по ним будешь поступать, по слову Божию. Матфея, 12.34-37. От убытка сердца говорят в устах. Иоанн Блатаул говорит, язык это лопата. Которая из ямы, из сердца выбрасывает слова, которые не помещаются там. Человек говорит эти слова, говорит, зла не хватает. Хотя море и океан зла везде. Притча Соломона, 10.31-32. Устав праведника истощает мудрость. А язык зловредный отсечется. Устав праведника знает благоприятное. А устали счастливых развращенное. То есть одного уста на суде Божьем будут оправдывать. А развращенное, а может быть у меня развращенное. Что ты рассказываешь? Притча 12.13. И счастливы уловляются грехами уст твоих. Но праведник выйдет из беды. Все слова сказаны Соломоном с заботой об языке. Учи детей правильно выражать свои мысли. И чтобы они находили подтверждение в Писании. Я в прошлый раз уезжаю и говорю. Детей спрашивайте, какие стихи они заучили. Много ли заучили? Я среди земли спрашивал, ничего не бывало. Ребенку заучить один стих? Писание вообще ничего не стоит. У них такой подвижный разум. Они так легко запоминают. Ты с утра ему написал? Почитай. Прочитал. Возьми с тобой, напиши им. Сядь. Ну один стих написать на любой картонке. Вечером пришел, ложнице спать. Давай повторим. Ну-ка повтори. Ребенок быстро все запоминает. А потом с повторением пойдет. Он будет уже знать Писание. А родители у нас не занимаются. То есть дети не будут ничего знать. Прича 15.23. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. И притча 15.24. Язык мудрый сообщает доброе знание. А уста глупых издрыкает глупость. Крупкий язык это древо жизни. Но не обознанный сокрушение духа. Никогда не рассчитывайте. Не выказывайте недовольство. Потому что слова наши обличают нас. То, что мы говорим, если все бы записывалось. Попробуйте на магнитофон записать. Просто возьмите с собой его. С кем разговариваете, отойдите. И надо было до того стыдно. Зачем я это сказал? Прича 15.7. Места мудрых распространяют знания. А сердце глупых не так. 16.21. Мудрый сердцем продается благоразумным. И сладкая речь прибавит к учению. Как она прибавит? По смирению. Когда человек смиряется. Добрые слова говорит. И к этому учению божественному приходят друзья, товарищи. И вместе будете разбирать слово Божие, продвигаться вперед, на месте не будете стоять. Люди, которые не имеют слова Божие в руках, с ними разговаривать не о чем. Они глупые и пустые совершенно. Как обмолоченный с ног. Разговариваешь, он ничего не знает. И вчера был сегодня такой. Вот на уровне где-то 200 слов. Дальше он не идет. А человек, который знает слово Божие, он даже не верующий, будет поражать богатством, сочностью выражения языка своего. Литературный язык. Ну ты хочешь литературно и грамотно выражаться, читай Библию. Псалом 36.30. Устав праведника изрекает премудрость. Извик его произносит правду. Псалом 36.31. Закон Бога его в сердце у него. Непокалебится стопы его. Псалфир считает. А закон Божий не считает. А считает закон его в сердце. Где он в сердце-то? Это обман. И от слов своих ты осудишься. Если человек считает Псалфир, где все время говорится о Слове Божьем, они считают вот эти слова на Суде Божьем и будут обвинительным. А лом 5.10. Нет в устах их истины сердца и пагуба. В гортанях открытый гроб. Язык. Ком своим льстят. Говорят, самое большое погибает на мытарской блуда. Действительно так. Но и на мытарской языках, ох и много же погибнет. Потому что даже то, что говорится, не по Слову Божию. Вот у нас в прошлом году принимала крещение одна душа из Казахстана. Священник увидел, что она приняла крещение, напрашивает. Какое ты имела право принимать? Ты что, сомневаешься в благодати, которая была? Батюшка, в полное же погружение надо. Мне же неправильно крестили. Отлучаю. Отлучил ее. Приезжает епископ. Он ее перед епископом поставил. Она говорит, что если кто не в три погружения крестит, то священника надо отвергать. Они и епископ молчит, ничего не отвечают. Да какое ты имела право? Она говорит, ну патриарх Алексей говорит. Не креститесь там, где нет троекратного погружения. Ты просто неправильно крестил. И они опять молчат. Почему они молчат? Мне звонят. Во-первых, они сами не крещены. Это первое. Во-вторых, они этого не знают. И в-третьих, они боятся. Ну, против канонов они бы сказали что-то. Против Библии они свободны, говорят. Но против патриарха, от которого они кормятся, который может их от кормушки отстранить, тут они боятся. Они больше суда Божия боятся его. И они от нее вроде бы отступили сейчас. Псалом 51.3. Что хвалишься злодейством сильной? Милость Божия всегда со мною. За то, что хвалится человек злодеяниями своими, тоже ответит перед Богом этот язык, обличит его. Псалом 70.17.18. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю щедеса Твои, и до старости, и до седины. Не оставь меня, Боже, до хора не возвещу силы Твоей в роду сему вовек. Говорит, Господи, Ты знаешь, я дал обещание всем возвестить силу рода Твоего, силу дел Твоих. И Господь, так еще не всем возвестил, еще поживешь. Вот что продляет жизнь. Желание возвестить всем. И Бог не восхищает и ждет, когда ты, в конце концов, родным, близким, знакомым, всем, всем, всем расскажешь о Господе. И Откровение 13.5. И были даны Ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана Ему власть владычествовать. Это об Антихристове. То есть, на правую сторону, как образец слова нашего Господа, а налево Антихристово. А Антихристовы слова люди сегодня часто повторяют. Гордо и богохульно. И мы по слову Божьему говорим, что он отвергает. Богохульство больше всего сегодня священнослужительных. Вот представьте, у нас православный лагерь. Мы вешаем в городе объявление. Оно короткое объявление. О нашем лагере сняты два фильма. И строгая дисциплина православная. Чем занимается патриарша? Они посылают. Посылают. Семинаристов своих, которые сдирают в городе эти надписи. Наш брат только повесил, обернулся назад, утромился семинарист. Сдирают. Это он пошел, ты что делаешь? Тебя кто послал? А он выполняет порученное. За все, за все придется отвечать. Ты не вешал, тебя не касается. Твоего я ничего не взял. Почему? Драконий дух. Дух семиглавого змея. Откуда он? Вепархия. Он там выкурился. Рим. 3.13. Горта них открытый гроб. Языком своим обманывают. Ятаспидов на губах их. Уста их полны злословий в горечи. Зачем вы это делаете? А кто вас благословил? И благословил лагерь, благословил? Да у нас свой епископ. А вот пусть ваш епископ нашему позвонит, если он разрешит, полное абсолютное бедумие. Значит, если эта женщина сказала, что речь Петр тебя обличает, то оказывается слова обличения сегодня звучат на каждом шагу. А какой выход? Молиться. Другого вообще ничего нет. Молиться, что Бог усмирил этих недругов, усмирил буйствующих, злодействующих. Драконий дух, который дух гордого бога говорит. И дух нам дал смирение, чтобы слова наши были по слову Божию. Мне однажды от большого начальника пришлось услышать. Я выступил в защиту обижаемых, мало платят, и сказал несколько слов по слову Божию. Он повернулся, а вообще не разговаривал, а сказал, а у вас евангельский язык. Понимаете, я считаю это высшей похвалою, которую я получил от неверующих. Аминь.